Начнем с одного из самых популярных видеороликов недели. Вот он. Происходящее в кадре многие пользователи сразу же назвали топорной работой. Определение довольно точное, причем во всех смыслах. Мужчина топором вскрывает премиальный внедорожник, стоимость которого может доходить до 12 миллионов рублей. Но зачем и почему так грубо, недоумевают блогеры. Происходило все в Санкт-Петербурге. В машине якобы заблокировались двери, и хозяин решил пойти на крайние меры. При этом главный герой заранее включил камеру на телефоне и снял процесс во всех подробностях. На ютьюбе ролик за короткое время собрал более 300 тысяч просмотров. Впрочем, многие пользователи уверены, что автор мог разобраться с проблемой не столь радикальным способом. А кто-то предполагает, что ролик всего лишь вирусная реклама топора. Я поставил ее на прогрев, чтобы отвезти на ремонт. Ключи были внутри, и он мне заблокировал все двери. Через спутник я двигатель отключил, но в машину не войти. Соответственно, вот вам картинка. Сейчас будем открывать машину. Зато я теперь смогу открыть машину. Правда? Как приятно. Ну все, теперь можно войти в машину. Всем привет. Ну вот мы едем на ремонт. Чуть-чуть, конечно, машинка испачкалась. Не успел я до конца ее убрать. Но главное положительное, что случилось, это то, что машина открылась и едет. Ну немножко ветрено мне тут. Вот. Зато можно голову усовывать и дышать. На страничку автора видео в инстаграме тут же подписались несколько сотен человек. И, вероятно, на такой эффект герой рассчитывал. Но вообще такой способ раскрутки аккаунтов весьма популярен. Мы сделали подборку как вирусных, так и вполне реальных роликов. Это Германия. Популярные немецкие автомобили, разъяренные итальянцы, которые кувалдами разбивают дорогое купе. Как пояснил хозяин, в знак протеста, так как производитель якобы не реагировал на его жалобы по техническому состоянию. Ролик набрал несколько сотен тысяч просмотров. А это уже Китай. В качестве орудия клюшка для гольфа. Две минуты и автомобиль стоимостью 350 тысяч долларов практически полностью искорежен. На этот постановочный выплеск негатива блогер-миллионер из Поднебесной пригласил несколько съемочных групп. Как позже выяснилось, все было сделано для раскрутки своих аккаунтов в соцсетях. А вот забава так называемой золотой молодежи в нашей стране. В Москве молодые люди кидали бутафорский кирпич в лобовое стекло проезжающих автомобилей. Досталось и полицейским. Все это снималось на камеру и достаточно быстро появилось на Ютьюбе. Итог больше миллиона просмотров и более 130 тысяч подписчиков. Впрочем, иногда вандализм бывает отнюдь непостановочным. В Екатеринбурге, как пишут пользователи, хулиганы разбили машину должника. Якобы пострадавший задолжал крупную сумму. В результате автомобиль полностью изуродовали. Стекла легковушек разлетаются и в результате дорожных конфликтов. Один из самых популярных клипов в англоязычном сегменте интернета посвящен спору двух канадских водителей. В качестве весомого аргумента один из них использовал телескопическую дубинку. А в Пакистане группа хулиганов разбила стекла дорогого седана прямо на оживленной улице. Хозяин машины пытался скрыться от них в ближайшем магазине. Автор видео уверен, что стал свидетелем бандитской разборки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова